В Адлерском доме культуры выступят артисты из Сочи, Саратова, Воронежа, Санкт-Петербурга, Абхазии, а также зарубежные музыканты из Швеции и Голландии. Участники фестиваля уже представили сочинцам и гостям курорта четыре программы, которые позволили зрителям услышать живое исполнение ари и дуэтов из опер и мьюзиклов, романцев и просто инструментальную музыку. Мы гордимся культурой Адлерского района, потому что те проекты, которые здесь есть, и не только этот фестиваль, который вышел своей знаменитостью далеко за пределы Адлерского района, но и другие проекты, которые уже много-много лет реализуются здесь в Адлере. Накануне прошли концерты с участием лауреата и призера международных конкурсов воронежского баяниста Александра Реченко, а также обладателя чарующего баритона и гран-при международных конкурсов среди исполнителей романцев Сергея Зыкова. Не забей сни, не сны на травниною, Дорога мне зеленая ширь. Партнером по сцене у Сергея Зыкова стала его однокурсница Алена Ларкина. Вместе они учились в музыкальном колледже в Новосибирске и работали там в Государственном академическом русско-народном хоре. Для меня это была неожиданная встреча, а еще приятнее мне было с ним спеть вместе дуэтом на этой сцене колокольный звон. Я бы хотела пожелать ему успехов, удачи. Сегодня выступили заслуженные артисты России и Кубани, и Сочи. Они исполнили руссконародные песни, романсы и арии российских композиторов. Впереди любители классики ждут еще четыре интересных концерта. 26 сентября выступит лауреат международных конкурсов и заслуженная артистка России Мария Людько. Она участвует в фестивале «Пятый год». Ее партнером по сцене вновь станет голландский кларнетист Жорж Девдариани. От визита таких артистов зрители в восторге. Я благодарю Александра Васильевича за то, что он создал этот фестиваль. И он всегда проходит успешно. И Александр Васильевич всегда приглашает на этот фестиваль прекраснейших артистов. Завершится фестиваль 27 сентября традиционным выступлением Сочинского оркестра народных инструментов «Русский сувенир» под руководством дирижера Вячеслава Абрашкина. Татьяна Говоркова, Олег Кононов, телекомпания ФКТ.